Судебные приставы в очередной раз пытаются призвать к родительскому долгу тех, кто имеет алиментные обязательства перед своими детьми. Долги некоторых алиментщиков превышают 200 тысяч рублей. В рейде сотрудниками службы судебных приставов побывал наш корреспондент Нина Гультяева. Почти на каждом адресе нас ждала одна и та же картина. К примеру, должник месяцами не работает и трудоустраиваться не собирается. Либо человек просто не открывает дверь или не проживает по месту прописки. Он здесь не проживал. Отец квартиру продал. Сегодня у службы судебных приставов зарегистрировано 285 исполнительных производств. В общей сложности взрослые задолжали своим детям 18 миллионов 731 тысяч рублей. Если задолженность согласно судебному решению составляет более 10 тысяч рублей, то к нерадивым папам или мамам применяются жесткие меры наказания. Так, сегодня 30 человек имеют ограничения на право управления автомобилем. 167 должников не смогут выехать за границу. 26 злостных неплательщиков алиментов привлечены к административной и трое к уголовной ответственности. Тем, кто не платит алименты, могут быть подвергнуты административному наказанию в размере от 1 до 15 суток и от 20 до 150 часов обязательных работ. При повторном нарушении неуплаты алиментов свыше двух месяцев может быть применена уголовная санкция. Там уже санкция гораздо выше, вплоть до лишения свободы. Если алиментчик сменил место жительства или работы, то он должен в течение трех дней сообщить об этом в службу судебных приставов. В противном случае человеку грозит административный штраф. Сегодня мы посетили более 10 адресов. Должникам вручены требования о явке к судебному приставу исполнителю, а также оставлены повестки. Напоминаю, что узнать о своей задолженности, а также оплатить ее можно на официальном сайте www.fsprus.ru, а также обратиться в службу судебных приставов. Есть еще одна действенная мера – арест имущества. В этом году у одного муравленковского должника по алиментам арестовали автомобиль. Он накопил более 200 тысяч долга перед своим ребенком. В итоге мужчине пришлось взять кредит, чтобы вернуть железного коня. Нина Гультяева, Андрей Нагибин, Новости Муравленка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова